Сегодня воскресенье, по-моему 16 августа 2015 года. Ну вот мы остались четверо в лагере. Трое-то мы наверно дольше будем, Сергей, раньше у них. Не, я с вами до конца буду. Это вообще чудесно, не пожалеешь. Дальше. И вот Никита в прошлом воскресенье я ему приоткрыл дверь дальше. Отойти в любой момент может. Никаких претензий не будет, отношения не меняются. И кое-что вызвал ему. За эту неделю прошла, ты ничего не передумал? И ты считаешь, что это не в насмешку я тебе сделал? Серьезно? Какой ты вопрос сейчас задаешь? В чем разница между решительностью и упрямством? А ты вопрос не так задавал? Не такой вопрос ты задавал. А где итак тонкая грань между решительностью и упрямством? Да. Где граница между решительностью и упрямством? А ты думаешь, что он этот вопрос задавал? Нет. А? Нет. Ты вопрос-то не этот задавал. А какой? Все, забыл. Только сейчас задавал и уже нет. Твой вопрос. Значит, он не созрелый был. Спонтанный, то есть внезапный. Относительно решительности. Мы говорили о слабохарактерности. Ты упустил это слово. Молодушие и упрямство, он сказал. А? В чем различие между молодушием и упрямством? Угу. Видите, сколько молодуши, упрямство. Вот я со слова решительность, которое ты произнес, сказать. Когда, в то время, когда Серафим Саровский принимал людей, его спросили некоторого, ты решился пойти в монашество? Вот. Теперь отдельно в лесу и как-то у тебя получилось. А мы отпробовали, а у нас не получилось. Почему? Он ответил, решительности не хватает. А решительность это четвертое качество лидера. Первое воображение, знание, умение, решительность, беспощадность и привлекательность. Я из-за чего, как бы к вопросу, к которому подошел-то, я вначале подтолкнул к этому. То, что вы задумали. Слабохарактерный такой человек. Я Сергею сказал. Сегодня Сергею нашему, Сергею Павловичу Купкову, 44 года. День рождения. Его сын поздравляет. А поздравлять-то не с чем. От нас это не зависело, что мы даже поздравление. Ничего оно не дает. Ни здоровья, ни прибытку. Ну, так привыкли. А сказать так, да будет дивен Господь, дивный Господь прославлен, что тебя столько лет хранил, не прервал жизнь, прославил Бога. Тут понятно, от него зависимо и желание понятно. А вот слабохарактерность в чем заключается? Его оправдывают люди. Слабохарактерность кротостью назовут, смирением. А что ты в мою жизнь вмешиваешься? Простой вопрос. Ты разговаривал по телефону и вижу, уже говоришь одну минуту, другую. Я тебе говорю, вредно. Вредно. И при том, это слово вредно, я говорил тебе не единожды. Это вредно. А откуда я знаю? Знаю. Из интернета у меня материал поставлен, когда испытывали это. Между двух телефонах яйца ставят, и она сваривается. Это рак мозга. И говорят, окончательный результат подвести будет примерно 2-3 поколения. Пройдет на внуков. Потому что, как от такого человека рождаться будут люди, дальше как они будут роси уже с поврежденным мозгом. Я просчитал. У человека разговор должен быть не более 2-х минут. И за сутки не более 5-ти раз. 5-2-10. Это максимально предельно. Конечно, лучше не разговаривать совсем или в этом пределе меньше. Я просчитал. Я считаю себя, что я не малодушный, не слабохарактерный. Я это принял сразу себе. Я ни разу от вас не слышал такие слова, какие я говорю. Мне кто-то звонит, и я смотрю. Так, по телефону вредно разговаривает. Переходите в скайп. До свидания. И закрою. Все. Я это говорю почти всегда, когда человек что-то растягивает. Больше не могу говорить. И недавно один знакомый мой, хороший человек, он говорит, ну ладно, не заболеешь, ну маленько послушай меня. То есть я ему уже не один раз говорил. И он мне, ну не умрешь, ты послушай, я хоть одну минуту меня дольше. Ладно. Я тебе говорил. Почему? Ты не просто уязвимый, а ты обнаженно уязвимый. У тебя уже саркома это была. У тебя уже вспухало это все при мне. Молитвами святых своих Господь тебя извлек. Тебе надо беречь себя. А ты никаких. Ни одному никогда не скажет. А ты каждому сказал так. Меня не будет здесь до января или до декабря. Срочно что-то можете написать письмо. Нет, выйдите в скайп. Нет, за смс бросьте. Ты не скажешь. Спокойно разговаривает, сидит, движет телефон. Я уже ушел, он все разговаривает. Я пришел, он все разговаривает. Надо на картошке. В другом месте где-то. В лесу. Я тебе уже неоднократно говорил. Почему? Ну, первое, еще пренебрежение. А если такой авторитетный человек, не я, который те же самые слова тебе бы сказал, ты послушался, думай, что нет такого человека. Потому что я ссылаюсь на авторитет в 100 тысяч исследований, проведенных в разных странах. И ты ноль внимания. Да, написать можно. То есть, вот это состояние беспечности, оно подавляет все остальные чувства. Даже чувства самосохранения у тебя нет. Я тебе желаю в этом новом году, который начнется завтра, быть более решительным. Нет, кто бы ни позвонил. Так, говорите быстро. Больше двух минут разговаривать вредно. Лучше переходите в скайп или где-то. До свидания. И все. И у меня, которые звонят дольше, это новые, которые не знают. Я им говорю, я ты гляжу, и они начинают другим уже говорить. Да я только сейчас, я в одну минуту уложусь. Он будет заранее, как Абрам, считать, какая телеграмма. Продал пшеницу выгодно. Агрей, как и выгодно, не выгодно, не продает. И так выщипните слова. Понял? Теперь тебе грань нужна. Решительному человеку упрямство ни к чему. Упрямый человек вот эту решительность, стойкость свою прикрывает именно упрямство. Чтобы думали, что он такой стойкий, твердый, при этом решении. Оно у него необдуманное. Он как раз нерешительный. Решительный человек легко меняет свое мнение. Почему? Потому что он видит другой вариант. И он решительно меняет. Решительная перемена. А он не может. Он упрямый. Упрямство не позволяет ему изменения внести в уже сложившийся план. Он делает это и все. Но я тебе три раза говорю. Пять раз сказал. Неполезно этот уголь, который уже загрузили к нам в склад, переносить через четыре дома куда-то. Там новый купить и засыпать. Не ты его нагружал. Другой человек. Поцени его труд. Упрямство держится. Я беру на себя расходы эти. Я куплю тот уголь. Теперь надо искать подставки гнилые. А он портится на солнце когда-то. А он не на солнце, а под крышей. Ну он же там под землей был, но тут под слоем угля. Ну верхний слой испортится. Да как он испортится? Сухой лежит уголь. То есть ответа никакого нет. Остается чисто хохлядское упрямство. Хохлядское. Это очень упрямые люди. Без лычки домой не пойдет из армии. Упрямые ужасно. Как ослы. Это я уже знаю, с ними был и жил. И живу рядом. А решительный человек, он принимает решение, тщательно выверел все и смотрит. У него решительность по отношению к достижению цели. Я вижу ров. Мне нельзя идти вот этот ров. Я начинаю строить переправу. Переправа невозможна. Я во входе. Я решительно иду до Каспийского моря. Я обойду его. Почему? Впереди цель. Другого у меня нет. Мне сказали достичь цель и конец твоего существования. Я должен туда стремиться. Я не могу перепрыгнуть. Я поднырну. Я решительно меняю маршрут. Потому что впереди все время конечная цель. Где я буду счастливым, обеспеченным. Не имея ни плаща, ни стона, ни воздыхания. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я говорю не только о временном. О малодушной. Про этого и говорить не надо. Это женоподобное. Это воспитанное. Так он все везде стонет. Тут не так маленько изменилось. У меня цель. Вот у меня спрашивают иногда. Бывают же препятствия. Бывают. Но у меня в жизни ни разу. Мне 77-й год. Ни разу не было препятствия. Где я бы сказал. Это невозможно. Я отступился. Отступился. Потому что это невозможно. Прежде чем это сказать, я иду и советуюсь со знатоками. Лезу в интернет. Открываю книги. Читаю. Вот когда мы уезжали, Шенгенская зона, особенно открытие визы в Великобританию. Я спрашиваю юриста. Какой шанс возможен? Смотря как будешь идти. Но все-таки возможно это достичь? Да. Но ведь они знают. Там главное масонское гнездо. А я против масонов выступил. Я еще тогда не догадывался. Это главная причина, что отказали нам. Из-за опасения, что я там буду что-то где-то говорить. Я так думаю. А не из-за того, что там число не так поставлено было. Что означает число? Вызывает меня на конгресс какой-то. За меня заплатили все. Вызывает меня представительный там их присвятерянской какой-то англиканской церкви. Священники. Священное лицо. Я всего там думаю быть и больше пяти дней. У каждого из нас две тысячи евро. Документы. И говорит, что у нас денег нет. Когда мы едем и не тратим. Играм и не тратим. Это ясное дело, что выдуманная причина отказа. Никто даже не поверил. Говорили, нельзя пробиться в посольство в Викобритании. Я пробился туда. Они вышли. У нас съемки идут. Фотографии. Я им дарю там до посла. Теперь не надо мне Германию. В 2013 году открыли визу. Я нашел, приехал в Германию. Германское посольство. И послу подарил книги. Там, через его сотрудников. У меня задача была, достичь Лиссабона. И мы туда проехали. Решительно. А какие там препятствия были? Да никаких и не было. Они мнимые были. Мы все прошли. А что пугались? Собакой нельзя. То другое. Сергей Павлович, это его ураган. Чемпион России. Он все. Чип сделал. Документы выправили. Все выправлено как надо. Прошли без запинки. Особенно опасно было в Скандинавии. А там оказалось лучше всего и прошли. Больше всего пугали Польшей. Польшей. Дорог нет. Мы когда зашли, мы увидели, Польша одно из самых приятных государств оказалось. Самое неприятное для нас было. Это Украина. Еще до Пуча до этого. Вот везде что-то дай, дай, дай. Взяточники. Коррупционеры. Поберушки несчастные. Я одному дал, другой стоит. И мне дайте. Ну я ему даю. И каждому даю по 750 евро. Позор. Ну и что, мое отношение к Украине изменилось? Нет, конечно. Потому что в таможне сидят еще не вся Украина. А мы его там сновали, взад-вперед, туда-сюда, вдоль и поперек проехали везде. Особенно Крым исполосовали. А мы еще там что-то видели. Ты понял? Поэтому быть решительным нужно. Решительность и упрямство абсолютно противоположное. Упрямый человек, он не имеет в себе решительности изменить что-то, думая, чтобы о нем не подумали, чтобы он слабохарактерный. А я вижу хвачня, кисель, медуза морская. Решительность в достижении цели. Я выверяю по Библии. Святая Библия говорит так. Дальше это польза людям будет. Это польза моей душе. Это полезно. И дальше, что препятствия, это не препятствия. Так а помощников пока нету, я еду. Они на пути мне встретятся, незнакомые люди. Вот Марьясов поехал нынче. Это знаток высшего класса. А он дорогой нас встретил в Краснодаре, когда мы ехали. Там этот, как называют, ну там, блокированный или как назвать его, блестящий инструмент, ключи хромированные все. Еще только не привез, даже горошку зеленую. Даже две корзиночки клубники там, земляники привез. А на еще он поехал. А дай говорить, я еще приеду. Я не знал. Он сам пришел. Удивления этих моих конца нет. А что вредно, я узнаю и заношу в особый реестр. Слева. Это не полезно. Возвращаюсь к телефону. Сергей, примите мое пожелание. Не разговаривай больше двух минут. Каждому отвечаю. Звоните в следующий раз, когда буду дома. И звоните по статанару. Илья Семеновна, побереги себя. Ты еще нужен. И вестка в трубку положил. Как правило, второй раз уже не звонят. Не бойся потерять клиентуру. Бог даст тебе больше. Ты делаешь это ради Бога, чтобы продлить свою жизнь. Ты храм Божий. Не позволяй смеяться над тобой. А люди-то за углом все равно поймут. Ты никакой. Почему прозвали Маргарет Тэшер железной леди? У ней была цель. И она шла. И мне нравится. Она, когда шла, там весь министерский дворец. И там бывший премьер-министр, там все идут. И дальше кончилось. И места ей нету. Если следующая она должна, портрет ее будет. А дальше спускается вниз. Когда ей сказали, говорит, а я их всех подвину туда. На лестничную площадку. Для нее место там забронировано. Какие там полклинские, какие-то острова, когда было. Она послала. Видео, радовались, прыгали, скакали. Что она умерла, что душа я пошла в ад. Да, она была масонка. Лишилась в конце полностью разума. Бог лишил ее. Но она была решительной. И она установила, если я не ошибаюсь, это при ней вроде было бы, совет министров. Сколько там, 100 метров или где по площади, чтобы могли пробежать. А не может, дайди на пенсию. И весь сказ. Видишь как. Нас в лагерь вот этот детский закрывали. Закрывали, выносили решения. На местном уровне, на районном. И кажется, краевой, там газеты, позор какой был. Они ничего не могли сделать. Ничего. И которые это делали, самое главное, враги все разметаны. И санэпидемстанция, и журналиста нашли убитым. И кого куда где-то. Который писал на этого, уволили его. Я подал в суд и все процессы выиграл до одного. Почему? Решительность. Я невиновен, защищаю детей. И лагерь остался. И нынешнего никого не было. Я благодарю Бога. Конечно, это расположение местных властей, свесовета, ну и прочее. Но это не в один день строилось. А они видели, что мы делаем. Вот так. Когда задают вопрос, ты сначала посмотри, правильно ли он задан. Подкорректируй его. А потом его по частям показываю где-то. И ты можешь ответить правильно тогда, когда живешь этим. Если бы я не имел никогда дело с решительностью по отношению чего-то, то я бы и не ответил. Даже построить шалаш нынешний, сколько препятствий. Вот сейчас пруд. А нужен ли этот пруд? Он сейчас человека доделал. Он ничего не делал и делать не будет. Мы проводили на собрании, что нужно. Это для того, чтобы теперь все вместе пришли работать. А зачем проводить, когда никого нет? А мне зачем? Вы не нужны мне. Против болота какого-то. И пруд с рыбой. Что тут сравнивать? Это не нужно тому, кто не думает жить, кто уезжает. Мне же бы пакость сделать. Я думаю о будущем. Какие будут жить люди. И поэтому, вот сегодня я так и сказал. Витя не может рассчитаться, но ничего. У него есть братовья. Пусть обращаются. Они помогут. А осенью, если я средства не истрачу, я помогу. Человек, который помог, он это знает. Я его уведомлю. Деньги, которые вы даете на пруд, я все не стратил. Необходимо нашему молодожену выкупить домик. Я ему, как правило, напишу. Этот человек говорит, а пусть будет как есть. Он очень добр. Добр. Решительность. Мне говорили, я, конечно, боялся, опасался. Когда выпускал второй том, открытым оком, я трепетал буквально. Что не пройдет, дорога остановит где-нибудь. Он прошел. Наконец, 15-й, 30-й том выходит. Я уже осмелил. Дальше, что решительно. Денег нет. Но уже, понимаете, речь идет о миллионах. Если подарили за два года на 7 миллионов 150 тысяч, то, наверное, чего-то это стоит. За два года. Так за два года-то я подарил-то не все книги. Не все. Решительно браться за дело. Доверяясь Богу. А нужны они книги? Нужны. А кому они нужны? Это же самый человек, больше всех, говорит, они никому не нужны книги. Поэтому и нафиг разводят. Этот человек считает, и потеряевка не нужна. Он считает так. И поэтому вопрос именно от него закономерен. Я понимаю. Господь испытывает, а я могу только посмеяться в ответ. Про себя. Чтобы не обидеться. Мне ценно то, что уже заговорил и не ушел. Как правило, он убегает домой. И дальше только пыхтит и свиньи пускает по бороде. А сегодня нормальный разговор был. Никакой нужды нет. Вас спрашивают. А если я буду сейчас проводить через собрание, значит, все выходите на работу. А пришел ты, Андрей там попилил где-то. Но я добровольно сказал попить еще. Почему? Потому что эту пилу никому не дает Володя, только ему одному. Все связано. Все закономерно. Ну, брат в колесниках понял? Все. Уходим. Мне нужно, чтобы кого-то послать к Иоанне Викторову. Пригласить. Я хотел бы записать эти снафейки. Уходишь? Давай. Прямо сразу, чтобы они пришли. На. Как, угромел? Где, например? В кармане, наверное. Это не карманы, вот это не карманы. Вот так как. Карман, видите, сразу гибель, и его пальцы. Все. Не понял, нет? Вот так вот прорешить, зашить на отец. Прорезать? Да, вот здесь вот. Вот здесь вот, для кармана. Вот здесь, зашить. От кармана, сюда такой вот. А, это короче. Смотри, какой карман сбоку дыра. Посмотри. Это карман его. А дыра сбоку. Мои дети, вот карман. Вот, посмотри. Карманы все застегнуты. И вот еще где-то карман у него есть. Я видел. Да? Ну, не на том месте. Сбоку, может быть, даже есть. Видишь, по всем правилам. Это вот. Ну, я садил. А здесь тоже косой такой же сделан. Ну, такой, значит. Но он более-менее глубокий. Он, хотя глубокий. Может быть, это для патронов быстро доставать. Я не знаю. Но вот, если даже он был бы сбоку, то вот это, которое сбоку, ее поднять повыше надо было. Вот отсюда, чтобы он нерял. А здесь тоже. Как у Мао-Зедуна у Сталина. Господи, слава Тебя. Благодарим Тебя, Христе Божий наш. Яко насытился над земных Твоих благ. Не реши нас и небесно, наповел царство. Но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир. Да яйки, приди к нам и спаси нас. Аллилуйя. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и пресне, и вовите веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Благодаря Славу. Аллилуйя. Спаси Христос. Слава Христе. Это молятся сектанты. Сектанты это люди, которые откололись от церкви. Они не имеют института священства. Люди ничего не понимают. А которые сейчас откололись, вот допустим, не подчинились акту о каноническом признании отдельно. Это церковь. Церковь это Агапангел Пашковский там на Украине. Тихон, архиепископ Пастичников. Это церковь. Совершенно законная, как у русанцев был. Его долбили, колотили. Не церковь, только там, где нет священства. Законно рукоположенно. Вот один определитель. А это может быть и с ересами, и со всем. С этим надо бороться. Но церковь, это церковь-корабль. Все. Забей. Спасибо. Спасибо.